ПОВТОРИМ ТЕМУ ПРАВОПИСАНИЯ МЯГКОГО ЗНАКА В КОНЦЕ СУЧЕСТВИТЕЛЬНЫХ ЖЕНСКОГО РОДА. Мы знаем, что в конце существительных женского рода после шипящих мягкий знак пишем, а в существительных мужского рода мягкий знак не пишем. Например, БЛАЖ, ОНА, ЖЕНСКИЙ РОД, мягкий знак пишем. БЛАЖ, записывай. Это ОНА, это значит ПРИХОТЬ, КАПРИЗ, БЛАЖ. ОНА, мягкий знак, что пишем. БРОШ, это тоже ОНА, БРОШКА, значит БРОШ. ОНА, мягкий знак, пишем. ВЕЩ. ГЛУШ. ГЛУШ. ГУАШ, 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 это ЖЕНСКИЙ РОД, это КРАСКИ, КРАСКИ, КРАСКИ ДЛЯ РИСОВАНИЯ. ГУАШ, мягкий знак, пишем. ГРАНЬ, ДИЧЬ, ДОЧЬ, ЖЕЛЧЬ, ЖЕЛЧЬ, ЛОЖЬ, МЕЛОЧЬ. ГЛУШЬ, МЫШЬ, ПЕЧЬ, ПЛЕШЬ. ГЛУШЬ, ПЛЕШЬ, это значит, если у животного шерсть, то вот в шерсти залысина или у человека волосы густые, а бывает, что нет волос, место, где нет волос или нет шерсти, называется ПЛЕШЬ, ЖЕНСКИЙ РОД, МЯГКИЙ ЗНАК, ПИШЕМ, ПИШЕМ. ПОЛНОЧЬ, ОДНИМ СЛОВОМ ПИШЕМ, ПОЛНОЧЬ, ОНА, ЖЕНСКИЙ РОД, ДУМАЕМ. Теперь проверим. БЛАЖЬ, БРОШЬ, ВЕЩЬ, ГЛУШЬ, ГУАШЬ, ГРАНЬ, ДИЧЬ, ДОЧЬ, ЖЕЛЧЬ, ЛОЖЬ, МЕЛОЧЬ, МЫШЬ, ПЕЧЬ, ПЛЕШЬ, ПОЛНОЧЬ. Ты заметил, что все существительные здесь женского рода и запомнили. Существительные женского рода в мягкий знак пишем. Всегда думай, какого рода имя существительное.